Господи Иисусе Христеский и Божий, помилуй меня грешного. Номер 1165. События дня. Псалом 118.51.53.61. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. За 24 февраля 2019 года, то есть воскресенье. Дальше, как всегда, даем объявление. Есть толк? Нет, даже не знаю. Кто-то откликнется, может поможет. Ребятишки подрастают, решили фонд создать. И вот кто это у нас этим занимается. Тут всё написано по правде, всё подтверждено. Владимир Мировым, Игнатий Тихонович. Я прослушал одну беседу отца Олега Стеняева с мусульманами. И я думаю, что отец Олег проигрывает, когда начинает рассуждать о таких богословских догматах. Или это всё-таки надо объяснять мусульманам? Считаю, что надо просто свидетельствовать о Христе, не вникая так подробно во все эти истины. Ибо это не поддаётся человеческому разумению. Я это знаю. Это грамота им мешает. Какие догматические там разные придумывают. Но апостолы шли и проповедовали. Просидели, а теперь вышел один. В 632 году умер их Мухаммад, основатель религии. Это Божье дело. Всё разгромил. Почему? Не хотели идти проповедовать. И сидят, и всё. Главное, придумали учение, какое сидеть за стенами и не разговаривать. И даже там не разговаривать. То есть идите, язык сделай, как троискоропийцы, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Ничего не надо. Мы христиане. Ну какие же это христиане, когда всё порушили. Где крестят сегодня правильно? Посмотрите, где. Притом везде показывает. Сам патриарх показывает, Кирилл. Алексей говорил, не крестите там, где не полного погружения. А этот наоборот. Держит подмышкой ребёнка, его держат, он ладошкой воду ущерпает. А ребёнок уже года 4. Ну куда же это годится? Такое безобразие творится. Подряд венчают. Одна причина развода, прелюбодеяние. Сейчас 12 причин придумали. Самоубийцы отпевают. Некрещённых. Ну, что сказать? Ответ один. Готовится что-то. Наталья, отец Игнатий, мир вашему дому. У меня тут такая ситуация. Ну, это живёт она в Германии, женатая, я говорю, замужем она за сирийцем. Соседка моя, которая живёт надо мной, и сколько раз беседовала с ней, не очень хотела прислушаться. Она лютеранка. Такая простая, мерзкая по названию. Лариса зовут. Ей 38 лет. Муж её бросил с больным грудным ребёнком с наклонностями. Нездоровый. И прошло где-то 3 месяца, её схватила боль в животе. Что-то с желудком, кишечником. Поехала в больницу. Врачи ничего не говорят, что с ней. От боли уколы в живот делает. И потом её оперировали 4 часа. И сын её заболел тоже. Ему 3 годика, Михаил зовут. Она 5 дней в реанимации. Только 20 минут назад прислала мне сообщение. Кое-как говорит, вся в капельницах, ничего не может, плохо ей. Помолилась. У меня было бы вождеяние. Пойти к ней ещё раз поговорить. Рассказать радостную вещь о Христе. Как раз у неё тяжёлое состояние. Она может умереть. Её навестить нельзя. Никого к ней не пускают. Она меня отвозила в больницу, когда мне пришло время рожать. Ей много раз помогала. Она такая стеснительная. Ей тяжело рассказывать что-то. Меня всегда с православными праздниками поздравляла. Она не знает ничего, что такое ересь, и что такое церковь, и что такое истинное крещение. Ничего. Это никакое состояние. А вот молчите, никому не говорите. Ну, домолчали все. В молчанку играть. И сказать нельзя. Вот сейчас там Георгий Максимов или кто-то священник. Это Сергея Анис стопроцентный. На кого бы только ни сказал, власть церковь сразу кидается. Кинулся на Владимира Головина. Теперь на отца Андрея Ткачёва. Ему разницы никакой нет. Даже на меня кинулся. Что же делаете-то? Псы, говорит, смердящие. Как пророк Исаия говорит. Любящие спать. Бредящие лежа. Не охраняют пасту. Ничего. А это сказали. Он знает безопасность. Ну, такого они продвигать будут. И все. Карьерист. Другого слова ему нет. И нападает яростно. Теперь-то не подходите. Сан сняли. Он никто теперь. Мирянин. Сан не снимается. Он совершенно не понимает ничего. И он что-то мулявит сидит. Попастился бы дня. Хоть, говорится, дней пять бы не ел-то. В вепку уже, говорится, лещина-то не влазит. Смотришь, просто противно делается. На деле рясы позорят имя Божие. Церковь православную дискредитирует. Вчарашний брат. Со всех сторон к нему едут люди. А сегодня он на нем топчется. А почему? Указание дано. Безобразие такое. Как-то все подлость. Прям подлость она идет. Подонство. Каких священников не несу. Да что же такое делается-то? Да разве же можно так делать-то? Ну, не так что-то сделал. Сан никто не может снять. Он пожизненный. Ну, спроси у католиков. Снимают сан? Не с одного. Да, он запретил. Все. Потому вам ключи не даны. Вы одурели от этой власти-то с епископами вместе. Златовус говорит, никого не боюсь, только епископов боюсь. Самая негодная, самая лживая, самая возвышающаяся, тщеславнейшая. И прелесть гордыня. Прелесть гордыня. А почему сами сопрели в этой прелести? Прелесть гордыня. Ключи царства дает Петру, говорит. Об его исповедании. А ключи смерти ада у него. Не вашими грязными руками толкать людей туда. Нету этого. Никто не может сан снять. Какой он был, такой и будет. А как к нему теперь обращаться? Никак. Катамирянин. Прям вылупаются из кожи. Безобразие. До отвратности смотреть на них противно. Ну друг друга топчут. Ну ведь завтра гонение-то будет. Вы же поносить будете. Сегодня одобряйте его. Пожалуйста. Гляжу уже на Андрея Ткачеве топчутся. Ой-ой-ой. И вот что-то говорит, стоит и глядишь, прям, кажется, картошкой. Горящий, рот набитый. И туда же лезет. Где он? Прошел что-то? Что пришлось там в Украине даже претерпеть отцу Андрею, отому Ткачеву? И разве сего никакого нет? Он завтра патриарха так же будет, говорит, плевать. И говорит, плевал на тебя, говорит, и сморкал. Как один руководитель сказал. Вот он раскол. Раскол в башке. Вот она разруха. Там мимо унита заходите. Писите друг на друга. Скверная одна. Вот смотри, как отвечает. Летеранка. Брошенная. И какой разговор? Это с сирийцем там все неладно-то. А слова-то какие? Заботятся. Пойти, сказать. Это никого нету. От этого-то отцу Владимиру Головину-то не хуже, нисколько-то. А на вас-то уже, говорится, клеву ставить негде. А позорные. Свои, православные. Столько лет рядом был. От зависти лопаетесь. Завистники. Не поделился с кем-то. Как Солженицын говорит. Евгений Чистяков. Как можно такую грязь лить на человека? Ищите все какие-то общедоступные, которые никто и не скрывает. Недостатки. Которые есть у каждого. И посмотрите на Игнатия Тихоновича с другой стороны. Сколько этот человек сделал для христианства и православия. Человек, имеющий огромные заслуги. Апостол нашего времени. По-другому и сказать не могу. Вот про это снимите ролик-то. Это озвучите. Все собирайте. Какую-то грязь, нечистоту, непотребство, ложь. А-то просто зависть. А-то уже с другого. Это Евгений Чистяков. Про меня там где. Синистки там нашлось. За мало их тут сколько будут чирикать-то. У них ничего нету. Сравнение ставить нечего. Я бы поехал, поучился. А что поучился-то он? Масон сидит, спрятался за наугольник и циркуль. И оттуда брыжет ядовитой слюной на всех. Ему разницы нету. Раздробить христианство. Слуги антихриста. А во мне фильмы сняты были. Государственные. Но я их не хотел. Убедили, просили, приезжали. Фильм «Причустье» занял первое место на международном киноконкурсе «Золотой Витязь» в Югославии. Но это еще ничего не говорит. Второй фильм «Златоус из Потеряевки». У меня прозвание такое. Поцелок Потеряевка. Первое место в России. Документальные фильмы о православии документальные. В жюри три епископа. Сколько людей, профессора, в ГИКа. Это ничего не знают. Ничего о них нету. Вот только вспомнишь, как один из героев у Алексея Пешкова говорит, у Максима Горького. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Гусейнов. Мир вам. Простите меня, Игнатий Тихонович. Я плотской сейчас. По плотским мыслям и действам. Жду Библию и бумажный вариант, который мне выслала Наталья Усатая. Имею желание покаяться. Жить по Библии и работать над собой. Помолитесь обо мне грешнем скоблении. Скобленце. То есть, была борода, принял крещение, из мусульман пришел, а теперь бороду избрил. Я исправлюсь. Во славу Господа. Аминь. Вот это природное, и все-таки прям выжимается. Владимир пишет один. Игнатий Тихонович, вы не скажете, как имя и фамилия брата, который с вами беседовал по скайпу. Я оставил под этим роликом ссылку. Где можно заказать Евангелие, но не уверен, что он увидит. Я пишу Римлянам 12.3, тут ролик поставил. Думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Я отвечаю, не знаю, кого искать. Приметы какие-то или что-то хотя бы там. Ну, нашли. Нашли, я послал, уже Евангелие сейчас так получил. И тот, и другой благодарит. Все. Петр Михалев. Это наш разговор с Жастосом. Жастос, здравствуйте. Ваш основной аргумент, что, мол, главный признак учеников Иисуса Христа и членов церкви, это любовь между собою. Вы правы, но не совсем. Вот, например, если между собой имеют любовь свидетели Его, они тоже спасаются? Они тоже церковь? Они в Христа верят, не то что мусульмане. Вероятно, вы скажете, что они не верят во Христа как Бога. Но в Новом Завете никто не требует верить в Христа как в Бога. Учение Святой Троицы о том, что Христос Бог исходит из священного предания. Ваша ошибка вот в чем. Сначала Господь избавил себя учеников. Это первое действие. А уже второе – Он призывает к любви между учениками. Вы пытаетесь идти наоборот. Иметь любовь и становиться учениками. Но, как правильно заметил Игнатий Тихонович, не все любящие друг друга становятся учениками Иисуса Христа. Поэтому важно понять, что слова о любви друг к другу сказаны к людям в церкви. Вы говорите, что стараетесь любить друг друга, но любовь – это не чувство. Любовь – это сохранение, единство друг с другом. Как можете любить друг друга и отделяться от церкви, которую создал Христос? Вы скажете, что вы в ней никогда не были православны, а поэтому вы и не отпадали. Но ведь вы знаете о том, что церковь есть. Вы знаете учение церкви. Так почему вы не в ней? Почему вы разрушаете единство любви? Священномущенник Киприян Карфагенский говорит, «Нужна правда, чтобы удостоиться благоволения у Бога, судьи. Надо напоминовать его заповедям и наставлениям, чтобы заслуги наши награждены были». Господь, показывая сокращенный в Евангелии путь веры и надежды нашей, говорит, «Господь Бог ваш, Господь един есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, сияя есть первая заповедь. И вторая подобна ей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. «В сию обою заповедью весь закон и пророцы висят». Марка 12, 29, 31, Матфея 22, 37, 40. «В этом учении своем он преподал единство и вместе любовь». А так Киприян говорит. «В двух заповедях заключил закон и всех пророков. Какое же соблюдает единство, какую любовь хранит или о какой любви помышляет тот, кто, предавшись порывам раздора, рассекает церковь, разрушает веру, возмущает мир, искореняет любовь, оскверняет таинство». Это ко всем эритикам, сектантам. Ну, первый-то отошел-то. Где оно было единство? Ты церковь потерял, а теперь единство. Ну, свою, говорится, компанию-то можно набрать везде. Кто бы он ни был, нет такого заблуждения, где бы человек... Ну, сказали, плоская земля, плоская, все. Все куда-то делось. Любое безумие. Сказал там какой-то пацан, что динозавры под нами, под землей. Динозавры живут, я их видел. Ну, тут нет ни конца, ни края заблуждения. Почему нет молитвы, нет смирения, нет поста. Ну, вот на сегодня это хватит. Воскресный день что у нас? Как всегда встали. У меня тут своя работа. Надо было истопить печь. Пораньше пришел Михаил Петрович Корейковцев. Вечером там Сергей натаскал всего угля. Володи-то нету. Отдыхает. А я тут в избе. Встаем в свою раньше в 2 часа. А в 4.40 уже мне звонят. Володя брякнул. Каждый день утром звонит в 4.40. Сигнал дает. Я не беру телефон-то. Ну, чтобы, дескать, если я уснул, я наказал обязательно. Через стенку тут колотят мне. И в 6.00 Татьяна Кузьминична, старшая сестра, каждый раз дает сигнал. То есть я очень боюсь проспать молитву, встречу с Господом. И вот три человека у меня, которые контролируют, пасут меня. Ну, спроси, те, которые там что-то говорят, делают, есть у них? Какая разница, сколько спят? Должно видно по физиономии-то. Не умаялся. Павел говорит, постом и молитвой. Постоянно в бдении, в посте, в слезах. Здесь ничего нету. Встанет еще на фоне храма. Все будет разрушено до камня. Прикрылись храмами. Ничего не будет. Они не видят, что церковь никогда не была так презираемая. Да, действительно, была гонимая. Такие годы. Но, говорит, все уважали, боялись пристать. А здесь проходной двор. Деньги, 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 деньги. Только непрерывно. И все лгут. А вот добровольное пожертвование мигом. Сказали, деньги не брать за таинство. В этот же раз. Добровольное пожертвование. Тяп тысяч рублей. Ну, у меня нет. Добровольное я не могу. А покрестить как? Ну, тогда, не знаю, иди к настоятелю. Фальшь. Ложь. Обман. Сребролюбие. Коварство. Это церковь. Церковь. Родная, мне близкая, православная церковь. Утонула буквально. Захлебнулась вот этим. А что нужно сделать? Кровь христиан, есть семя христианства. Если это так, она где-то рядом, это кровь. Все это шушеру-мушеру отмоет. И останется горстка какая. Как у Никифора Волгина. Идет и в Котомочке. И в Котомочке все. Алтарь, храм, все там, что надо. Больше ничего не надо. Он говорит, вот и все. Все отнято было. Все разрушено. 57 тысяч храмов порубили. И даже нужды нет храмов. Сейчас строят, да сто теми. Епископа плепят, как горящие пирожки. Но они совершенно не работают. Нету. Доробят епархии. Это и хорошо, если бы они работали. А теперь только новый ему князь. Теперь расходы на него. Новое себе княжество готовит. Высокие стены. Ну, гляньте, маленько-то. Ослепли. Злоба ослепила. Оплыли жиром. Посмотришь, стоят. Ужас, какие туши. Вот идут на крестный ход, на Ордане этих. Глядишь, ой-ой-ой. И не стыда, не совесть, а на любого нападают. Ничего. Вот скажите, какой сегодня есть человек, на которого вы не нападали. Андрей Кураев, что он сделал? Садомитов. Обличил. Все. Давайте молитвы особые составлять против Андрея. Чтобы вот покаялся он. Дальше выбросили. Все сняли, выгнали. А еще преподает в МГУ. В МГУ много ли диаконов? Его не зря зовут. Протодиакон. Сия Руси. Так туда написали. Это мне уже передают. И оттуда, чтобы выгнали его. Мстительные, злобные. И это все под рясой прячется. Посмотрите в интернете. Где вы видели, чтобы мусульмане друг друга грызли? Спорили об учении. Ни одного. Ни одного и нигде во всем мире. Но это, скажите, один приход. И все друг против друга. Значит, Христа не знает. Христос объединяет. Это свидетельство того, что люди служат не Богу, а тому, кто лжет. И человеку убийца и лжец. Открой маленькие глаза. Не бойся. Ну, трясешься, ничего не будет. Участь бы из ее хвости риогненным. Что такое страх? Лишение помощи от рассудка. Четко ясно. То есть, обезумели. Я не хочу об этом говорить. Ну, нельзя не говорить. Я испытываю сколько. Нападки ужасные. Вот за полгода, например, я заблокировал уже теперь семь с половиной тысяч. Семь с половиной тысяч. Это полдивизии на меня только идет. И сектанты, и православные там, и кого-то их нет. Ну, мне-то нет этого нисколько. Я только благодарю Бога. Я улыбаюсь, приветствую утро. Господи, сколько сегодня опять? Велика ваша награда. Не просто награда, а велика. У вас ничего нет. Награду никто за злобу не дает. В ответ только молитва. И вам ничего нельзя сделать, кроме пакости. Ну, а где-то все отомстится. Сеющий ветер пожнет бурю. Новая Бутова будет бутить. Забутят. Сегодня все.